Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Кристина Лисковец с Димой Дмитренко вернулись на Сейшелы. Оля Рапунцель сразу же взяла его в оборот. Она узнала, что Дима созванивался с мамой, которая сказала ему некоторые моменты, которые ей не нравятся в их отношениях. Рапунцель назвала Диму маменькиным сынком и запретила ему общаться с матерью. Руслана Мишина приревновала Семена Фролова к новеньким участницам и весь день проплакала. Она написала «Я увидела, как он гуляет с новенькой Настей. Сначала я с ним поговорила спокойно, дав понять, что в отношениях со мной такое поведение неприемлемо». В итоге Семен дал девушке от ворот-поворот, сказав, что он будет только со мной. Катю Король обвиняют в алкоголизме, но сама Катя уверяет, что это бред, она не пьющий человек. Вчера на лобном месте участники поздравили Катю с новым статусом – главный алкоголик проекта. Она объясняет причину своего поведения. «Вчера ушла моя единственная подруга Сашенька, я очень расстроилась. Потом Черкасов прислал фото, на которых Денис танцует с Бичан и с Харитоновой. Я выпила валерьянку и бокал вина, чтобы успокоиться. И из-за этого меня уже обвиняют в алкоголизме. Такого бреда я в жизни не слышала еще». Женя Перец немного преобразилась. Может быть, это поможет ей построить отношения на проекте. В планах было уйти от привычного для нее образа в одежде, сменить цвет волос и, конечно же, сделать макияж. Подписчики комментируют, ей уже ничем не помочь. Ее не видно, не слышно, для чего ее держат. Тимур Гарафуддинов начал ухаживать за новенькой Машей, за той, что пришла к Андрею Черкасову. Он написал, «Маша выразила симпатию ко мне, и мы уже целовались. Но пока я не знаю, что будет дальше, ведь я не могу сказать, что она на 100% в моем вкусе». Марина Африкантова рассказала, что Андрей Чуев ведет долгие разговоры с Сашей Харитоновой о волшебстве. Она спрашивает подписчиков, «Что делать, если ваш мужчина говорит о сексе с другими девушками?». Ольга Бузова добилась того, что футбольный клуб «Спартак» наказан за оскорбление в ее адрес. Напомним, что во время недавнего матча «Спартак-Локомотив» фанаты скандировали кричалку «Ольга Бузова – проститутка». Сама Бузова и ее супруг, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, на стадионе ругательств не слышали. Лишь позже в сети всплыло видео, на котором все это отчетливо слышно. Тогда Оля и предъявила претензии к клубу «Спартак» и потребовала извинений. Бывшая участница проекта Вика Берникова вышла замуж и ждет ребенка. Вика и ее муж Леонид – люди верующие, поэтому они обратились к батюшке и на некоторое время уехали жить в монастырь за городом, тишине и спокойствии. Там им удалось переосмыслить многое. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!